Есть такой трюк психологический, когда программиста, нанимая HR, рассказывает им о том, что там у них индексация зарплаты, о том, что у них там постоянный рост, у них там есть перфоманс-ревью, на основании которого будет принято решение о вашем повышении, бла-бла-бла-бла-бла. Ребят, вот в этих случаях я вам хочу сказать очень важную штуку. На собственной шкуре прожитую. Не верьте. Никогда не верьте словам. Это очень важная инфа. Я надеюсь, вы к ней прислушаетесь. Это не значит, что компания не сдержит свои обещания. Но, к сожалению, очень часто они их не держат. У меня за последние годы, последние годы, заметьте, не когда-то там в карьере далеко, а последние годы, это было несколько раз в разных компаниях. Не в одной, а в нескольких. Несколько раз по-разному. Я вам расскажу сейчас истории эти самые. Без упоминания компаний. Но чтобы вы понимали, что может быть. Это не значит, что в новой компании, в которую вы пришли, вы как бы это, вас обязательно обманут. Но вы просто должны это держать в голове, что возможно, возможно, ну как бы вам не выплатят эти премии, не повысят и так далее. Ну и, соответственно, когда вам говорят, что у нас там премии, которые вам компенсируют отклонение от рынка в 100 тысяч, а может быть и не компенсируют. Такое очень может быть. Итак, рассказываю вам личную историю. А вы, собственно, будете думать уже сами там своему. Первая история. HR на собеседовании говорит о том, что А. В компании постоянные индексации. Заметили? Б. Постоянные, ежеквартальные идут перформанс-ревью, на основании которых принимается решение о повышении зарплаты. И третий момент. Возможность карьерного роста. Зафиксировали. Индексации. Каждый квартал перформанс-ревью, на основании которого можно расти по деньгам. И, собственно, карьерный рост. Я ничего не упустил. Все четко так было проговорено. Что получается в итоге? Оказывается, что после перформанс-ревью бывают, но это не значит, что тебе повысят. Не потому что ты плохо работал, а потому что, ну, как бы, у нас есть грейды. Ты синер, ты и так там по какой-то верхней планке какого-то грейда. И, как бы, сфигали тебе растить зп, непонятно. Ты говоришь о том, что у вас есть, наверное, какой-то индивидуальный план развития. Они говорят, ну, есть, но не для твоей должности. У тебя и так топовая там для синера. И все, собственно. Дальше расти некуда. И зарплате, соответственно, расти некуда. Проходит время, ты говоришь, а, извините, а индексация? Они говорят, нет, у нас в компании нет индексации. Карьерный рост. Вы, может быть, даже договорились. Представляете, договорились, что да, вот, через там месяц или через два тебя повышают. Он говорит, нет, не повышаем. Нам нужно посмотреть на то, как ты там проявишь себя в какой-то новой ситуации. И поэтому, да, мы договаривались, ну, как бы, ну, наплевать. Прямо буквально бывает именно так. Заметьте, уже договорились, и наплевать. Все зависит от руководства, от отношения, от обязательств, от честности и так далее. Крупная компания, не одна сотня, а то и тысяча сотрудников. Вот так. Другой кейс. Собеседование. У нас перформанс-ревью. Индивидуальный план развития. Возможность карьерного роста. Индексация зарплат. Ежегодно на 100%. Окей. Это вторая компания, ребят. Вот, ну, слова одни и те же. Проходит какое-то время. Ты такой, окей. Причем ты пришел, когда ты посмотрел, какой у тебя грейд. Ты понял, что грейд не последний. Такой, окей, значит, есть куда расти еще и в плане твоего технического скилла. Такой, хорошо. Я же настроен стать еще лучшим инженером. И получать еще больше денег за то, что я крутой инженер. Но когда ты работаешь, ты понимаешь, допустим, что задачи типовые. Это фронт-разработка. Фронт-энд-разработка. Ты и так, в принципе, со всем справляешься. И уже даже берешь на себя какие-то обязанности, как лид. Ты говоришь, ну, хорошо, ребят, давайте повышаться. Ну, договаривались же. Да, давай. Я говорю, ну, вот есть там еще один грейд. Нет, грейда нет. Как так? Ну, в служебном расписании. На самом деле, грейдов для фронта нет вообще. Ты такой, окей, прикольно. А как дальше расти? Ну, только в темле да. Ты такой, ну, я же спрашивал, что можно было как бы расти в технической. То есть, я говорю, ну, а если я вот еще лучший программист становлюсь, еще новые технологии, мы там еще куча задач решаем. Я же, ну, наращиваю свои компетенции, я же должен стоить больше. Нет, только годовые индексации зарплаты. Ты такой, ладно, какие годовые, ну, в процентном соотношении сколько? Они тебе говорят, вот такая-то процент такой-то. Ну, ладно, окей. Проходит год. Проходит год, это такое, ну, окей, что там с ростом? Ну, рост есть, да. Ты говоришь, ну, сколько хочешь, ты говоришь, ну, вот плюс. Смотришь рынок и вот там, по рынку в принципе. Среднее даже там. Говорит, нет. Мы хотим прям по минимальной планке, чтобы ты дал ледом был. По минимальной. Ты такой, ну, нет, мне неинтересно. Давайте тогда просто индексируйте зарплату, буду дальше инженером работать. Говорит, хорошо. Плюс там, вот столичка. То есть, обещали вот столичка, а тебе дают вот столичка. В процентном соотношении. Такой, ребят, ну, это меньше рынка, как бы, ну, и договаривались, обещали это вот столичка, а дали вот столичка. Говорит, ну, ладно, мы подумали, мы дадим тебе вот столичка. Такой, ну, вот столичка же обещали. Ну, вот столичка. Это меньше, чем мы договаривались. Ну, вот больше не дадут. Понимаете, вот это вот вся фигня начинается. Крупная компания. Тысяча людей в штате и так далее. Еще кейсы. Ну, тоже в одной из таких компаний. Я не знаю, чем они руководствуются. Но ситуация вот такая. И когда ты спрашиваешь, а почему там, допустим, зарплату не делают, столичка, а не столичка, говорят, средняя по рынку. Ну, типа, зачем нам платить больше, чем средняя по рынку. И все. Так или иначе, так или иначе, вот для таких позиций, то есть медлу еще есть куда расти, я это хочу сказать. Джуну есть куда расти, медлу есть куда расти. А вот сеньору там уже вот прямо уже приходится пробивать каждые там 10-20 тысяч прибавки к зарплате. Это вот, к сожалению, неприглядная правда. И иногда делают так, что договариваются все, людей увольняют и этим же днем берут на работу обратно. Ну, чтобы повысить просто зарплату, потому что по корпоративным нормативам не могут ему повысить. Но человек нужен, и поэтому идут вот на такие ухищрения. Также были истории, когда человек уволился, руководитель передумал, и в этот же день его не приняли обратно на работу, например. Вот, тоже вам так, для информации. Поэтому вот всякие вот эти вот заморочки с компаниями, и бывают, да, бывают нормальные компании. Бывают, где все честно, и я уверен в этом. Но пока вы найдете такую компанию, сколько шишек вам придется набить. И тут я бы какой хотел такой, знаете, ну не совет дать, такой напутствие. Ребят, всегда будьте самодостаточны. Не рвите жопу просто из-за того, что кто-то вам что-то пообещал. Могут нарушить обещания, и вы рвали жопу зря. Я видел массу таких случаев, когда люди по 14 часов работали, их ставили в такую ситуацию, так морально натаскивали, и в итоге они ни хрена не получали, и начинали уходить с компании. Прецеденты есть, и реальные прецеденты. Но люди вот выгорали, прям выжигали себя на работе, в надежде того, что им кинут эту кость, эту подачку, дадут им эту премию, или надбавку, или индексацию, или еще что-то. Они там просто упарывались, там больше, чем они должны. Поэтому вот на такое, не едите, не ведитесь. То есть морковка для ослика, это прикольно, конечно, но мне кажется, надо и меру знать. То есть как бы, точнее даже не меру знать, знаете, неправильная фраза. Вы должны быть независимы от этого. То есть вам нужно научиться не вестись на вот эти, как бы сказать-то, заманухи, как еще там выразиться. На заманухи на эти не поддаваться. Думать именно в плане цифр очень четко. Вот у меня в месяц такая-то сумма. Остальное будет отлично, нет-нет. Вот эта позиция, она может вам помочь и при смене работы. Да, то есть вы не будете вестись на то, что ой, скоро премия, которую может и не дадут. Может и дадут, а может нет. Тоже ситуации, я говорю, были, там, когда премии задерживали, там, на квартал, а то и больше. Ладно, хоть дали, там, слава богу, спасибо большое. Но люди были поставлены в ситуацию, когда им обещали, там, условно говоря, в конце года, а заплатили в итоге, там, ближе к лету. Ну, нормально, ну, такое себе. То есть договоренность-то была другая, понимаете. Они ждали чего-то. Такие тоже варианты могут быть. Поэтому, ну, а могли не дать вообще. И ничего ты не сделаешь с этим. Это же премия. Хочу даю, хочу не даю. Никто ничего не должен и не обязан. Поэтому, короче, будьте независимыми, не ведитесь на эту всю фигню. То есть не отказывайтесь от лучшего куска только из обещаний лучшей доли. Потому что люди могут просто обмануть. Вот такая простая, не очень приятный, наверное, выпуск сегодня. Но моя задача вам правду рассказать и уберечь вас от этой наивной веры в порядочность некоторых людей и компаний. Вот так.